1625 год, во-первых, умер король Иаков в Англии, и к власти пришел Карл I, которого потом голову отрубят во время революции, которого потом убьет парламент. Он был маленький ростом, болезненный, сначала должен был старший брат его быть королем, но неожиданно умер, то есть неожиданно он стал наследником. Но была история в 1620-е годы, что планировался брак этого Карла с испанской принцессой, что в принципе было против геополитических союзов Англии, потому что реально Англия воевала с Испанией или соперничьего, он скоро опять воевать будет, и сближалась на самом деле с Францией. Но герцог Бекингем и Решилье были личными врагами и ругались, поэтому герцог Бекингем вместе с Карлом, с молодым, они съездили тайно в Мадрид, пытались все-таки устроить вот этот вот брак. Ну, естественно, парламент был против, испанцы тоже потребовали, чтобы все перешли в католичество, и ничего не получилось. И Бекингем там поругался тоже с испанцами, и когда они вернулись в Англию, Бекингем начал требовать, что надо воевать, воевать, воевать с Испанией. Они там все вообще сукины дети. Ну и, кстати, армуз как раз в этом году и взяли, то есть они, собственно, и начали воевать. Только так вот тайно, через лондонскую компанию там и так далее, через остынскую компанию. Также они в 624 году высадили войска в Голландии и начали прикрывать Голландию. То есть они официально не объявили, а войска они высадили и в Голландию, и в Германию на поддержку протестантов. Ну, вот вступил на престол в этой обстановке Карл, когда фактически мировая война идет, и Англия в ней участвует на всю катушку. И с Францией отношения непонятные и очень плохие. Бекингема он какое-то время оставил, он продолжал лидировать. Кстати, вот эти все сплетни, что Бекингем был любовником французской королевы, придумал Дюма. И реально в Англии другие сплетни о том, что король Яков был гомосексуалистом, а Бекингем его, значит, партнером. Ну, я их уже рассказывал, эти сплетни. Неизвестно, они как-то подтверждаются реальностью или нет. Просто про Якова это рассказывали. Немедленно этот Карл опять вступил в конфликт с парламентом. Парламент требовал, чтобы все налоги назначал только парламент. А король помимо парламента уже там много назначил, и они ругались. Парламент требовал дальнейших реформ. В парламенте было много пуритан, реформ именно церковных. Это тоже Карла не устраивало. То есть они хотели, чтобы церковь была более демократичной и, соответственно, отражала больше интереса среднего класса, а не военных, которые лидировали. Ну, в общем, денег у него так и не было. Он продолжал созывать эти парламенты и распускать. В 1628 году Бекингема убили. Он действительно был довольно склочный. Это, да, это у Дюма верно. Сам психологический портрет Бекингема довольно верный у Дюма. Ну, в таких условиях Бекингем еще как-то мог с парламентом договариваться, но после него уже никак. Поэтому 1629 год парламент разогнали, и его Иаков уже много раз разгонял. И 11 лет вообще не собирали никакого парламента. А потом, когда собрали, он революцию тут же сделал. То есть ненависть была жестокая между разными группами в английском обществе. И дело шло к революции, чего Карл не понимал. Вот это отмечают еще всякие следователи. Вот он жил в каком-то мире в своем, где вот прекрасные дворяне, там низкие эти все горожане с их подлыми денежными интересами. Этот мир не соответствовал тому, что происходило в стране, потому что горожане эти все больше власти имели реальной. И это они ему скоро покажут и вообще говорят, рубят ему голову. Ну, вот пытаясь все это остановить, он начал преследование пуритан. То есть радикальных протестантов, полагая, что вот тут проблемы в религии. То есть то, что это социальные глубокие проблемы, он плохо понимал. Он считал, что вот это сектанты мутят. Они начали бежать в Америку в большом количестве, именно в 30-е годы. Но не все бежали, потому что в Америку было очень опасно. Там индейцы всех убивали. И там вообще они плохо... Первое время они плохо понимали, как там вообще жить. То есть всякие навыки сельхозяйственные английские не подходили. Надо было американские вырабатывать. Вот, поэтому они оставались у него в стороне, мутили. Карл начал постепенно вводить католические обряды в Американской церкви. Как я уже говорил, Американская церковь, она расплывчато формулирует свои догматы. Можно сделать уклон в сторону католицизма. Что Карл и делал? Фактически пошел крен в сторону католицизма. Вводили безбрачие духовенства, например, как в католицизме. Учение, очистилище, молитва об умерших. И, кстати, армянинство начали вводить. То есть вот эту вот догматику о свободе воли, как я уже говорил, она исключительно католическое. Присутствие любого намека на так называемую свободу воли в современных протестантских церквях – это прямое влияние католицизма. И вот в качестве, опять же, влияния католицизма вводили также учения Армении в Англии в то время. В Шотландии издали акт о ревокации о том, что все пожалования королям, все пожалования земельные, которые были дворянству, они все отменяются. И дворяне за те земли, которые им подарил король, должны теперь деньги платить. Большей частью это были земли, конфискованные у церкви во время реформации. На высшие должности в Шотландии начали назначать епископов и начали, опять же, вводить по возможности англиканские или католические обряды уже в пресвятерианскую шотландскую церковь, которая еще больше включалась. Все это тоже там вызывало недовольство и дворянство, и на местах. То есть и в Шотландии, на самом деле, и непосредственно в Англии было очень много недовольных, и это все 30-е годы нарастало и вело к революции. Тем временем продолжается 30-летняя война, масштабы которой все более увеличиваются. Основные полководцы Фридрих и Мансфельд. Мансфельд, как я уже говорил, прорвался в Голландию. В Голландии он держит фронт со стороны Мюнстера. То есть вот со стороны Германии он там, этот, Мансфельд воюет. А в то время как со стороны Бельгии наступают испанцы. Спинола, в частности, взял ключевую крепость Берген и продолжал наступление вот вовнутрь уже Нидерландов. То есть в Голландии тоже наступление испанцев. Несмотря на то, что им помощь оказали и англичане, и Мансфельд туда прорвался, все равно там тяжело, потому что испанцы сосредоточили большие силы. К концу 1622 года испанцы зачистили Пфальц. Пфальц из двух частей состоит. Одна возле Чехии, куда первоначально прорвались протестанты, и вторая на Рейне. Обе части были зачищены, но на Рейне дольше продержались. Ту часть, которая возле Чехии, ее присоединили к Баварии. А ту часть, которая на Рейне, ее Испания вообще себе забрала. Вот в таких условиях они продвигались уже дальше. Протестанты отступали в Саксонию, где-то в Мюнстер. Христиан Броншвейгский, еще один лидер протестантов, он прорывался на соединение к Мансфельду и просил, чтобы Мансфельд вышел и чтобы они объединились против католиков. Но Мансфельд не вышел, поэтому Тилли, полководец католический при Штадлоне в 1623 году практически полностью уничтожил армию христиана. То есть по-прежнему немецким протестантам сильно мешало, что они еще между собой конфликтовали. И в Чехии это тоже проявлялось. Вот католики, пользуясь тем, что они ругались, их били поодиночке. Таким образом, к 1624 году была убедительная победа Галсбургов. То есть они захватили центральные регионы Германии и продвигались к северу. Однако это вызвало жуткое беспокойство всех государств соседних. И практически в 1624 году в войну вступили Англия, отправили официальное войскояние в Голландию, Швеция и Дания особенно. Швеция и Дания полагали, что сейчас, значит, испанцы дойдут до Дании и там, естественно, тоже Данию присоединят к Испании, потому что Дания тоже протестантская. Швеция и Дания вступили, потому что они были на севере, они были протестанты и думали, что это до них сейчас дойдет. И Франция тоже, которая, значит, тоже была против усиления Испании. Хотя Франция и Англия уже тогда ругались и жутко, Франция и Англия вступили тоже в войну. В принципе, вот на карте, как уже к 1625 году выглядело, значит, расположение всех этих сторонников и противников. То есть, католические лагеря, протестантские лагеря, вот они на карте, пожалуйста. Польша на стороне католиков традиционно. Однако, так получилось, что в основном свалили все это дело на Данию, поэтому период с 1625 года называется датский период в 30-летней войне. Во-первых, в Нидерландах взяли крепость Бреда, как я уже говорил, и вообще выбивали постепенно голландцев там, продвигались уже к Амстердаму. Но во Франции как-то Ришелье умудрился воевать за протестантов в Германии и в то же время воевать против собственных протестантов во Франции. То есть, во Франции уже все шло к тому, что Ришелье будет воевать с гугенотами и ликвидирует их. Что ему не мешало посылать войска на помощь швейцарским гугенотам? Вообще никак. Ну, вот он был, скорее всего, Ришелье был совершенно прагматическим политикой. В Англии, как я уже говорил, был политический кризис жуткий, и там разогнали. Парламент сначала отказывался давать деньги на войну, пока король не подпишет там все условия парламента, а потом парламента вообще разогнали. Поэтому Англия тоже была такая определенная паралича, и в общем все свалили вот так вот на Данию. Тем не менее, в 1925 году еще Ришелье не начал войну с протестантами, у него войска были, и он маленько повоевал с Испанией, и удачно. В частности, они взяли Геную, в результате, то есть Генуя и Савойя были против Испании, а Генуя был основной порт, по которому шло снабжение всех этих испанских войск Германии. То есть они перекрыли им снабжение. Во-вторых, с помощью швейцарцев французы перекрыли Вальтилину, то есть вот это самое в горах, то что я говорил, долину захватили. Испанцы, что позволяло им поддерживать войска там продовольствием, боеприпасами и вообще войска проводить. Вот эти основные коммуникации через Швейцарию перекрыли тоже французы в 1625 году. Фактически испанцы оказались в окружении в Германии, и скоро там будет наступление датчан, соответственно. В то же время наступила чума, которая ударила по войскам и католиков, и протестантов. Это в какой-то степени сдержало наступление католиков, потому что была чума, они наступать не могли. Ну, дальнейшие события уже там по хронологии. То есть к 1625 году, на самом деле, к концу 1625 года есть серьезные предпосылки для контрнаступления протестантов. Вступили крупные страны, типа Франция, Англия, Швеция, Дания. И французы одержали ряд побед в Италии и Швейцарии, перекрыв все коммуникации испанцам. В Польско-Литовской республике продолжается эпопея вся с украинцами, а именно происходит так называемое восстание Жмайла. Казаки участвовали в битве под Хатином, как я уже говорил, в Хатинском сражении, где был ранен и впоследствии умер лидер казаков Петроса Гайдачный. Однако их боялись как православных, казаки поддерживали православие и боялись их как автономию. Автономию они получили еще в 617-м, когда при условии, что они будут участвовать в войне с Московией, и Польша дала автономию. Но вот Польша пыталась все это, тем не менее, свернуть, они все равно считались таким фактором анархическим. А казаки, наоборот, считали, что вот они за Польшу воюют, а надо увеличить все их привилегии. Избрали радикального гетмана Жмайла. Но под его руководством казаки продолжали набеги на Турцию, хотя вроде как по договору с Турцией не должны были. Но Турция ослабела, как бы, и казаки их атаковали. И Крым, кстати, тоже. Вот, чтобы навести порядок, коронный гетман Станислав Конецпольский двинулся на Днепр, вот его передвижение. Дошел до города Черкассы, там везде по Днепру были казаки. То есть у них центр был Запорожка и Сеч, но они везде были и по Днепру. Вот, Черкассы, там ему казаки сопротивления не оказали. Наконец он дошел до города Крылова, куда подошел также гетман Жмайла с артиллерией. Начались бои. Казаки требовали, чтобы они свободно пользовались своими землями, на которых они живут, независимо от того, записана земля за шляхты или нет. Чтобы на Запорожье можно было всех принимать, кто согласился быть казаком, то есть всех желающих. Чтобы они сами выбирали свою власть, то есть автономию, но она у них и была, чтобы поляки в это не вмешивались. И сохранение православной веры. На православную веру как раз 20-е поляки активно наступали, как я уже рассказывал. Со своей стороны поляки требовали, естественно, чтобы на тех территориях, где живут казаки, которые территории принадлежат какой-то шляхте, чтобы они там подчиняли шляхте. Еще вопрос в чем был. Что у поляков было заведено, как я уже рассказывал, что шляхта на своей территории сама во всем распоряжается. А казаки так ставили вопрос, что вот они тоже, в общем-то, шляхта, да, свободные люди. Если они живут на какой-то шляхетной территории, то они там сами должны что-то хотеть, то и дело. Это как бы не по понятиям было Польша, где большую роль играла вот эта именно власть местного какого-нибудь пана, которую вот казаки и не признавали. У них как бы вот была демократия была, они только свою вещь признавали. Ну, после, значит, ряда стычек, вот это восстание Жмайла потерпело поражение. Избрали Гедмана Михаила Дорошенко и подписали договор с поляками. По договору с поляками казаки, вот это как раз и есть, значит, Куруковский договор или еще договор Медвежьих Лозах. По договору с поляками казаки не имели права совершать никакие походы без разрешения польского короля. Оно имелось в виду в основном на Крым и Турцию. Сокращали реестр до 6 тысяч казаков. Реестр это те казаки, которых официально казаками признают поляки. Реальных было где-то 50 тысяч. А официальное число сократили до 6 тысяч, что, конечно, ни в какие ворота не лезло. Потому что чуть ли не в 10 раз меньше реального. Эти самые 6 тысяч, из них 1 тысяча может жить в Запорожской сети, как хотят, а остальные находятся в Киевском, Черниговском и Братславском воеводствах. Они, в принципе, приравниваются во многих отношениях к шляхте, хотя ею не являются. Те, кто в реестр не входит, должны вернуться в свое предыдущее состояние. То есть, если были крепостными, то вернутся к панам. Дело в том, что туда бежало много крепостных. Еще в чем суть-то вопроса. Те, которых записали в реестр, они являются лично свободными. Их может судить только казачий суд. Они получают денежные жалования, считаются, в принципе, войском. То есть, в каком-то отношении приравнены к шляхте. Но главного над казаками назначают поляки, так как они являются польским войском. Те, которые живут на землях шляхты, могут оставаться на них только с разрешения владельцев. Если они остаются на землях шляхты, то они подчиняются той шляхте на земле, к которой они находятся, по польским законам. Если не хотят подчиняться, они должны съехать с этих земель. Такие были договоренности. Ну и потом Дорошенко ездил по Украине, и там он записывал этот реестр официальный. То есть, тех, которые официально будут считаться казаками. Хотя их на самом деле было больше раз в 10. Реально, этот договор был временный. И уже где-то года через три опять казаки атаковали Крым, Бурчисарай. И разбили там, кстати, крымчуков. Опять перевыбрали Гетмана и так далее. Польша все равно ничего серьезного не могла сделать, потому что Польша втянулась в 30-летнюю войну и нуждалась в этом самом казачьем ополчении. У них войск не хватало. Ну, в целом, опять же, вот как и у Карла с парламентом, вся вот эта ситуация зафиксировала только, что есть конфликт. Стороны сформулировали свои требования, да, и казаки, и поляки. Но на самом деле они до чего не договорились. Договор заключили, но потом его ни казаки, ни поляки особенно и не соблюдали.